всем привет и зверят сегодня у нас начинается движуха сегодня приехали мои хорошие знакомые строители в основном это специалисты по заливке фундамента где у нас главный специалист зафар где у нас главный специалист привет сориентирую так буквально отвлеку на минутку сегодня у нас какой день недель сегодня нас четверг а у сегодня вот время сейчас покажу даже четверг 23 июля 920 приступаем к работе сколько по времени у нас вообще это может занять неделю месяц за три дня привезли так примерно объем посчитали это кубов там 25 привезли здесь где-то 36 34 куба песка этот весь песок закидываем по максимуму трамбуем потом выставляемся по нивелиру отстреливаем точку ровную чтобы она была вся поверхность идеально ровно и заливаем нижней под бетонку под бетонку залили ждем сутки но встала уже ходить можно было ну и дальше начинаем работать пеноплекс армируем шиты полиэтилен в общем зафар говорит что это реально сделать за три дня полностью вот это все засыпать отсыпать и ну короче полностью под ключ посмотрим главный контролер нашей стройки находится на боевом посту это и прораб и охранник все в одном лице сказала пока гайд все тут не приберете не сделать никого нет еще на далее тяжко значит пока тут мужики закидывают песок в этой мугле по-другому не сказать вообще кошмар какой как можно работать таких условиях можно да я здесь докопал наконец-то все сделал подготовку нижняя часть за армируются под бетонница потом выставляется опалубка пеноплекс крышка ну в общем все как обычно по стандартной схеме но обязательно покажу как я это сделал а сейчас приступаем к чему потому что нужно кидать песок куда деваться песок никуда не делся работа процесс двигается летюшка все стоит сидит вернее лежит тут все контролирует вот столько песка уже закидали здесь у нас что происходит лопату сломали да у меня есть черенок сейчас сделал сюда вот столько песка накидали здесь практически все выровнено работа конечно пыльная но ничего сейчас стоит задача все до фундамента засыпать песком и утрамбовать это дело какой у нас следующий этап зафар чем мы сейчас будем делать мы сейчас проверим вот эта половина дома по уровню стоит здесь так визуально вроде смотрим что бревна просели будем не будем тонкратить сейчас проверим отклонения но если все нормально значит дальше уже песком засыпаем и трамбуем если нет то будем потом окрашивать выравнивать искать там на чем стоит вообще непонятно честном слою с ты как раньше там на камнях на каких-то стоит идем все ноги достает сделали мы что замер или как давать стреляли получается что у нас здесь вообще в уровень это бревно нижняя лежит так что нету смысла видимо париться по этому поводу и оставим все как есть ничего мы домкратить нигде не будем просто сам сруб ну вот такой вот дырявый немножко мы будем думать как его потом утеплять еще с этим делать пока я тут разбирал и прибирался с этой стороны дома осталось лавочку унести трубу немножко откинем посмотрим что там сделали ребята какие у нас изменения давай сначала сюда среди работа на месте не стоит хорошо так глядишь до вечера все сделаем хотя у нас сейчас только обед начинается все пойдем обедать может уже забор открыт оттуда буду накидывать чтобы это легче кидать был труба которая будет выходить со скважины пнд-шка 32 засунули его в энергофлекс собрали чтобы не делать греющий кабель собрали короб такой из пеноплекса сейчас это все будет пропениваться это наши аверятские нанотехнологии ничего не стопудово не промерзли а сверху сейчас все это дело зацепим землей собака тут на контроле лежит все контролирует как у нас процесс идут помогает нет серег помогает стимулирует что ты половину на вот у половинки тези все все когда этом гвоздей вот и дерки в белом штучки 4 или 2 7 ну такая вот у нас получается конструкция ну а здесь мы каналью разобрали и выставили пока время вот такую трубу ну позже она обрежется я вам покажу как все это будет завели пнд трубу 32 проложили как она заходила раньше только вот чуть дальше чем нам надо чем раньше вернее был ничем нам на все обкопается она здесь без утеплителя без всего смысла здесь нет уже что-то утеплять здесь где-то вот в этой области будут вас стоять гидроаккумулятор и станции управления открыли забор начинаем перекидывать уже отсюда сюда у нас здесь кратер почти образовался там выставили маячки покажу где маячки ты же фар может показать вот маячки и сейчас по ним мы будем это подсыпать песок время у нас 6 час как у нас успехи за фар все в это вписываюсь может туда перерыв 6 дед еще даже никто не устал вообще да серёг не устал еще можно еще ночную можно поработать работа идет здесь у нас вот такие результаты потихонечку накидываем перекидываем не очень конечно это удобно ну куда деваться здесь помощница пришла одна и другая не имеется никому в принципе это не очень много песка осталось так должно по идее его хватить будем надеяться что хватит в общем лети жестко контролируют как мы тут работы сколько лопат в минуту кидаем считает помощница тоже лопатами поднимается время у нас уже восемь часов 40 минут я уже как час полтора на раз слился нету никаких сил больше работать ребятам все нипочем можно еще работать и работать энтузиазм и энергию в разы больше чем у меня уже конечно на сегодняшний день работа подходит концу сейчас с этой комнатой закончим и все до сегодня я уже слию так один глаз закрываю ноги подкашиваются но ничего самое главное все это доснять завтра новый день из 8 часов снова нам подстоит это тяжелая работа на сегодняшний день работы у нас подошли концу песок выложили утоптали его трамбовать ничем мы тут не стали в смысле виброплитой ногами специальным средствами как это называется просто трамбовка это или как машин в общем на сегодня этого достаточно время уже девять часов все пора отдыхать и набираться сил на завтрашний день шикарное доброе утро вчера я такие мысли в голову приходили то может быть ну нафиг эту стройку сильно подустал не планировал так вставать а время уже восемь часов и кто у нас там приехал давайте посмотрим а у нас приехали кто самые сильные мужчины доброе утро с чего у нас начинается рабочий день мы эту зону уже всю полностью сделали теперь чтобы у нас две плиты были одинаково относительно друг друга по верхней части то теперь мы сейчас нивелируем отстреляем эту точку у нас все одинаково замеры сделаем и там уже займем забил маячки по такой же высоте для этого нам надо выстрелить нивелир здесь найти точку на стрелять все мы забиваем там эти штыри и там уже у нас маячки будут и потом перейдем на ту сторону все и будем уже также закидывать песок для того уровня и не достигнем этой стороны вообще кище не планы на сегодня план у нас на день эту часть сейчас песком закидать потом дальше провести канализацию вывести сюда тебе на середину вывести сюда потолкомойник и туда проведем канализацию положим гидроизоляцию и зальем нижний слой бетона под бетонку так называемым чтобы нам потом уже дальше удобно было монтаж делать пеноплекс ложить формировать пенопласт не на песке держал успеем все это сегодня все отлично сергей тут уже вовсю накидывают так выйдем на улицу посмотрим чего у нас на улице илья у тут стоит работает вот я сейчас открою забор и буду за забор песочек накиды потому что этого не на хватит не хватит непонятно все погнали работать сегодня день должен быть очень продуктивным работа у нас кипит вообще все хорошо песка практически не осталось на улице здесь тоже все закидываются трамбуется раскидывается как его не пишу парни чё получается подержать на канале у нас выставлен здесь вход под раковину здесь техническая часть получается будет здесь тоже все выставлено вот так вот все готово сейчас немножко еще песочек и можно будет под бетонку дел в этой комнате у нас почти финишная прямая зафара скажи чем мы тут наделали все это песком отсыпали сейчас мы поставили маячки этим маячкам это будет у нас под бетонку заливаться вот арматура она же маячок все мы полностью под бетонку зальем и этим правилом ровненько все выведем все у есть никого отклонения там все будет идеально ровно ну и потом дальше положили так называемую гидроизоляцию для чего нужно чтобы во первых песок у нас уже сухой стал чтобы он не впитывал себя полезные свойства из бетона ну молочко он не таким рыхлым была нижняя часть мы и так будет дальнейшем отсыревать то есть осталось у нас в этом помещении выставить маячок и по идее все готово здесь мячки вот поставим все отлично за армировал дно скважины поставил на камушки сегодня когда будем заливать под бетонку сразу здесь тоже залить потом когда встанет пол можно будет выставить опалубку сделать утеплитель по краям и уже залить на ту высоту какую надо на какую надо я еще пока не знаю потому что здесь еще эта площадка будет отсыпаться пока особо нету понимания лучше сделать запасом пусть она торчит метров на 10 чем она будет земле основной до основной этап работ у нас сделан сейчас заказываем под бетонку и заливаемся здесь все готово здесь все готово оставили здесь специально опалубку а для чего вы узнаете уже в следующем сюжете приехала машина с под бетонкой здесь у нас три куба но если что-то не так пойдет она рядом а а а а а а а а а и и Сейчас по жильзаком ездишь? А? По жильзаком ездишь? А? Что? Погоди. А, украинка у меня вот отсюда будет ездить. Ну что, все, подавай. В этот раз водитель у нас попался вообще миллиметровщик. Смотрите, как он заезжает. Покажу сейчас. Вот такие 5-сантиметровые засветы остаются всего. Все четко. Сейчас лоток поставим и зальем. Остатки. Ну, может быть, чуть-чуть останется в скважин. Миксер мы отпустили. Сейчас покажу, что мы тут наделали. Здесь залили в скважин. Здесь. Все это сейчас дело разглаживается, выглаживается. И будет как зеркало. Да? Серега. Как грязно. Грязно. Так, а здесь что у нас? Здесь вот все вот так вот ровненько, хорошо. И был небольшой остаток. Сейчас покажу, куда мы его делим. Здесь кирпичики были выложены. На кирпичики налили. И здесь вот так вот аккуратненько все. Еще если где-то когда-то что-то будет оставаться, как раз вот подольем и будет офигенски ровно. Так, все. Идем доглаживать, прибираться, собирать инструмент, приводить себя в порядок, заканчивать работу. Наш сегодняшний рабочий день подошел к концу. Все, что было запланировано, сделано. Если вам понравилось видео, ставим лайк. Подписываемся на канал. Всем спасибо за внимание. Удачи. Пока-пока. Пока-пока.